В бассейне медуниверситета прошел первый урок плавания для ребят, учащихся из 64-й Рязанской школы. С начала нового учебного года в Рязанской области стартовало внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Теперь ребята должны готовиться к сдаче 10 тестов. И если бег, прыжки, подтягивания или стрельбу можно тренировать в спортивном зале школы, то для плавания необходим бассейн. И ныне действующих спорткомплексов на всех рязанских школьников и студентов банально может не хватить. Хотя мастер спорта по плаванию Владислав Фролов считает, что при правильной организации процесса всех детей можно подготовить и научить плыть на норматив значка ГТО даже в существующих условиях. Я думаю, что руководство данных спортивных сооружений пойдет навстречу Министерству молодежной политики, физической культуры и спорта и директорам школ. И вот мы сейчас с директором буквально 10 минут назад разговаривали как раз о том, что здесь будет проходить третий урок физической культуры ближайших школ. Тут есть большие сомнения. Ведь если сопоставить количество рязанских бассейнов с общим числом хотя бы школьников в городских школах, то за голову схватишься. Для организации системы подготовки и последующей сдачи нормативов у спортивных функционеров есть еще два года, потому что в 2017 году ГТО станет всеобщим и обязательным при выпуске из школы экзаменом. Могут ли бассейны не только научить ребят плавать, но и подготовить к сдаче непростых норм ГТО – большой вопрос. Что касается непосредственно уроков плавания, то пока в бассейны будут водить ребят лишь из четырех городских школ и двух детсадов. Это те учреждения, которые выступили в качестве экспериментальных площадок. Именно в их стенах на практике будет обкатан физкультурно-спортивный комплекс и система подготовки к его сдаче.